всем привет я рада приветствовать вас на моем кулинарном балконе сегодня у нас замечательные тыквенные блинчики обычно конечно и я делала сладкими сегодня мне захотелось сделать их соленой начинкой давайте попробуем здесь у меня сразу скажу если вы будете делать сладкий добавьте в тесто сахар корицу например но так как с творожным сыром соленым я думаю что корица не по вкусу не соединяется поэтому я не буду добавлять тыква сама по себе сладкая поэтому я сегодня в рецепте не добавляю сахара здесь 200 грамм тыквы я ее отварила и взбила со столовой ложкой растительного масла добавляем 3 желтка я добавлю еще куркумы она придает такой красивый цвет и аромат это мы хорошо перемешиваем добавляем 100 грамм муки и грамма 3 рыхлителя теста можно не добавлять рыхлитель все это мы размешиваем я подготовила 200 грамм такого хорошо горячего молока сейчас мы с вами будем добавлять молоко до нужной консистенции какой цвет красивый размешиваем чтобы не было комочков немножко добавим соли так как я уже сказала сахара я не добавляю а соли немножко надо быть не добавляю а вот вот а а а и я думаю на все 200 грамм молока и пойдет я думаю что надо было еще добавить еще даже чтобы тесто более было дайте тесто постоять минут 15 хотя бы я думаю даже 200 грамм молока будет мало можно добавить 250 250 потом я немножко добавлю еще масло так все включаем плиту ждем буквально 20 секунд чтобы нагрелась плита я думаю плита наша нагрелась но мне хочется еще добавить немножко молочка тесто постояла немножко и оно стало густым поэтому совсем немножко добавляем я думаю что 250 грамм молока будет в самый раз желтки сегодня просто у меня очень маленькие желтки это тоже немаловажно яйца всегда разные поэтому очень трудно с первого раза понять сколько надо нам жидкости видите еще густоватое сейчас мы с вами попробуем как она будет жариться процесс понятен на первый блинчик я всегда наливаю немножко масла мука всегда разной влажности желтки всегда разные поэтому пюре бывает тыквенное бывает сильно влажное такое если вы его уварили в воде если запекали в духовке оно менее влажное очень много нюансов давайте попробуем потому что уже нагрелась обычно я делаю так масло выливаю еще раз размешиваю все ждем пока убираем тесто оно нам не надо пока приготовим с вами начинку сегодня как я уже сказала мне хочется сделать ее соленую 200 грамм творожного сыра из кефира сегодня мне нужно более такая плотная консистенция я добавила немножко соли перца и укроп все это мы размешиваем так ждем наш блинчик у вас есть время подписаться на мой канал пока вы видите какая красота когда больше жарится он получается более яркий куркума дает именно этот яркий цвет я тороплюсь вот так видите ой я задела камеру немножко такой красавчик у нас получился сейчас я поставлю жарится второй и мы с вами его скрутим сегодня мне хочется чтобы это были тоненькие красивые трубочки давайте мы с вами это сделаем чтобы я вас не задерживала распределяем начинку тонким слоем по всей ширине блинчика так и скручиваем стараемся свернуть мы не забываем что у нас жарится блинчик подкручиваем края и сворачиваем такую красоту посмотрите как это красиво и вкусно давайте я попробую это очень вкусно все я вас не задерживаю приятного аппетита берегите себя и не забывайте подписаться на мой канал а мы с вами готовим такие замечательные рецепты посмотрите какая это красота всем пока 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 третье потому что